Добрый день, друзья! Мы начинаем еженедельную аналитическую передачу акции Сергея Сергеева Москва. И хотим узнать у Сергея Сергеева, что нам делать на этой неделе, как торговать, чем торговать. И первый вопрос хочу спросить у Сергея. Что с Роснефтью и Газпромом? Почему видим снижение сегодня? Добрый день, Сергей! Добрый день! Вам слово! Значит, ну, первое, с чего лучше начать? С того, что произошло за прошедшую неделю, что произошло на прошлой неделе, как началась эта неделя, начиная с внешних рынков, ну, естественно, заканчивая Роснефтью и Газпромом. Основное событие прошлой недели, естественно, было то, что наконец-то разрешился вопрос, сколько давать Греции денег. Значит, в каком виде, ну, основная проблема, как всем известно, в чем была, есть злостный неплательщик долгов, Греция, да. Значит, всем было ясно, что, как это принято в последнее время, все подобные кризисы заливаются деньгами. Да, прошлый там, кризис, восьмого года ФРС заливал свои проблемные части деньгами. Ну, в этот раз пришла очередь Европейского Центрального Банка. Я так понимаю, долго стоял вопрос, как заливать через Грецию или уже минуя Грецию эту проблему. Вот, все-таки пришли к решению, что будут заливать через Грецию, там не будут никаких серьезных изменений вносить. Попробуют в очередной раз решить эту проблему с Грецией вместе. Ну, это, естественно, оказало свой позитивный эффект. Значит, все сразу, грубо говоря, обрадовались. Деньги в системе будут, и ЕЦБ все-таки будет заливать. Вот, если посмотреть индекс S&P, то, значит, на этой радости он вернулся к историческим максимумам. Вот, из того диапазона, вот, 2080, который какое-то время служил сопротивлением, и от которого могло бы начаться движение вниз. Но на этом событии, все-таки и на ожидании этих событий, значит, индекс ушел наверх. Правда, дальше, конечно, пробивать будет проблематично. Все понимают, что данное решение, оно временное, впереди другие решения аналогичного характера. Вот, но, тем не менее, основной факт, который сподвиг на это движение, это то, что деньги в мировой системе не уменьшатся, они будут, их заливают, даже заливают в больших количествах, чем ожидалось. Вот, также, все более-менее вздохнули спокойно насчет ситуации в Китае. Там нечеловеческие усилия китайских регуляторов привели к ожидаемому результату. Значит, шортисты кинули закрывать свои позиции, рынок стабилизировался, и хотя опасения относительно Китая остаются, вот, но, тем не менее, стабилизация ситуации также оказывает положительное воздействие. Из негативных событий последнего времени, это, соответственно, то, что нефть не захотела возвращаться назад после снижения с 60-х уровней по Бренту. Ну, для этого есть свои причины, ну, и, конечно, снижение золота в начале этой недели также оказывает достаточно негативное воздействие. Вот, что касается нашего рынка, то наш рынок, он, конечно, подрос на этих событиях, но этот рост оказался достаточно ограниченным. Ну, и никаких там годовых даже максимумов, не то что об исторических, пока разговора нет, даже там по индексу МВБ, не говоря об индексе РТС. Теперь, если рассмотреть индекс РТС на данный момент, то в прошлый раз мы, оценивая ситуацию, пришли к выводу, что индекс РТС с майского максимума совершил движение вниз, состоящее из двух волн, вот, которое в начале июля нащупало какую-то поддержку, да, и теперь есть смысл ожидать какого-то вида консолидации на данных уровнях. Вот, поддержку можно расценивать как уровень 870 где-то примерно. Значит, сопротивление, в принципе, сопротивление было ожидаемое, этот уровень 920, который, значит, индекс нащупал на прошлой неделе, вот, он 4 дня долбился в него, как в стену, и не смог его пройти. Да, этот уровень достаточно серьезный, он живет не первый месяц и даже не первый год, а этот уровень не раз срабатывал и как поддержка, и как сопротивление, и как, значит, начало старта очередной волны движения. Вот, ну, в данный момент мы видим достаточно ограниченные уровни жизни индекса РТС, это 700, 870 где-то и 920. Видимо, ближайшее время индекс с большой долей вероятности будет находиться внутри этого диапазона. Для выхода из него, видимо, потребуются какие-то серьезные события или движения на каких-то остальных рынках, там, рынке нефти, мировых финансовых рынках. Вот. Теперь, значит, если рассматривать конкретные бумаги, ну, мы с утра с Романом достаточно подробно рассматривали ряд бумаг, но, тем не менее, все-таки, видимо, придется рассмотреть еще раз. С флагманом нашей нефтянки, я все-таки считаю, лукойл, вот, в последнее время он испытывал определенное давление, давление имели как политический, так и экономический характер. Вот, тем не менее, вот этот диапазон, который мы также отмечали на прошлой неделе, это где-то уровень 2200-2380, наверное, даже, значит, это уровень, который наиболее энергичный проторговки и больших объемов, который состоялся в декабре прошлого года. Да, этот уровень, с которого бумага стартанула и росла в начале прошлого года, мы вернулись к ней. Ну, сам факт, что мы вернулись к ней, конечно, не очень хороший факт, но, тем не менее, пока что этот уровень служит поддержкой, и пока он не будет пробит, а все-таки есть надежда, что без каких-то серьезных негативных новостей и событий, бумага все-таки потихоньку начнет разворачиваться вверх. Далее, «Газпром» и «Роснефть». «Газпром» и «Роснефть»… Конечно, снижение вниз напрягает, конечно, это неприятно, хотя и объяснимо, но, тем не менее, если смотреть график, то пока что ничего катастрофического не произошло. Предыдущие снижения также были до района 140 рублей, пока что 140 рублей уровень работает, даже временные проколы ниже 140, пока можно рассматривать, если они действительно временные, без серьезного ухода вниз, можно все-таки рассматривать как достаточно нормальные события, без изменений общей тенденции. А общая тенденция пока что, все-таки вот мы с Романом много раз обсуждали, что есть консолидация, консолидация идет в форме сужающегося треугольника, клина, еще как-то можно назвать. Выход из этой консолидации пока что для меня не определен, все зависит от новостного фона, он может продлиться еще и месяц, и два с какими-то некими, с изменениями этой тенденции, с небольшими. Там он может уйти и торговаться, допустим, 135-140, что я бы сказал, что это не есть какой-то словом тенденции из-за рождения новой тенденции. Это все будет укладываться в рамках консолидации, которая сложилась в этом году. Да, в общем-то, она была и в прошлые годы. Что касается Роснефти, Роснефть мы также рассматривали сегодня и ничего принципиально нового заметить не удалось. Бумага торгуется давно в диапазоне, в диапазонах, если смотреть широкие, это 200-270. Бумага много раз ходила ниже 200-200, после чего достаточно энергично выскакивала оттуда и двигалась к верхней части диапазона. В последнее время сформировался диапазон 220, который пока что также служит поддержкой. Пока что сил для пробития не видно. Естественно, в ближайшие дни, когда бумаги подходят, так же как Газпром и как Роснефть подходят к уровню поддержки, естественно, нужно быть на чеку и быть готовым к тому, что произойдут какие-то события. Но пока что, пока что бумаги держатся. Будут ли они дальше снижаться? Для этого много всяких факторов. Прежде всего нефть, но естественно политика. Среди политики сейчас один из основных факторов это как будет дальше ситуация развиваться с Боингом. Насколько я читал, в октябре будут окончательно опубликованы результаты комиссии, которая расследовалась и все это событие. И видимо тогда официально будут объявлены и назначены виновники всего этого. До этого события, видимо, будет идти какой-то торг. Я не знаю, как это сказать. Не торг, а какие-то политические события, результаты которого пока для меня не ясны. Поэтому собственные бумаги, мне кажется, торгуются в таких четко обозначенных диапазонах, поскольку решения, в частности, по этой проблеме пока нет. Ну и нефть, конечно. Нефть у нас пока что лежит на поддержке, которая пока сложилась. Там 56 долларов с копейками. По ней тоже совершенно четко видно, что решения пока нет. Идут всякие дебаты, какова дальнейшая будет роль Ирана, насколько он сможет нарастить добычу, какие пойдут туда инвестиции, поскольку без инвестиций увеличение добычи не может быть. Всем понятно, что там все эти нефтедобывающие резервы, не резервы, извините, оборудование и ресурсы, они достаточно изнушенные, требуются инвестиции, обновления. Какие они будут, в какие сроки и как быстро дадут этот эффект, пока не ясно. Вот. Ну, наверное, тогда все. Мне, наверное, больше сказать нечего. Если будут какие-то вопросы. Коллеги, пожалуйста, вопросы есть, то Сергей на них ответит. Ну, Сергей, видимо, пока вопросов нет. Евро-доллар, говорит Офер, но Офер, мы говорим по рынку акций. Подождите с евро-долларом. Все, тогда давайте на этом остановимся. Спасибо, Сергей. Ну, я рад, что как бы есть у нас все-таки некоторые идеи, чем поторговать. Вот, поэтому давайте продолжим нашу совместную деятельность по развитию. Если вы нажмете «Остановить трансляцию», то она остановится. Конечно. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Я рад, что идеи каждый день звучат, хотя все говорят, что рынок летний и так далее. Но идеи есть, и я призываю всех, особенно кто торгует на рынке Форекс, подумать об открытии счетов и на российском рынке акций. Давайте все вместе сделаем себе еще одну ногу и посмотрим, как это будет работать. С приближением осени в этом все будет больше и больше смысла, потому что в конце августа, пока мы откроем счета, все в жизни, слава богу, возвращаются. Спасибо большое Сергею Сергееву. На этом эфир передачи акции Сергей Сергеев Москва за 21 июля 2015 года завершаем.